Продолжение следует... Вот я и во смоке. Где-то внутри этого дома спрятаны сокровища эллинизма. Где мы должны осмотреть сейф, попытаться его вскрыть и, соответственно, из этого сделать кое-какие выводы. Ну что ж. Вперед. Это старый замок. Не особо сложный для взлома. Ну, раз он не особо сложный, ну, хотя, друзья, я бы, честно говоря, так бы не сказал, что уж он совсем не сложный. Так, вот этот момент не двигается никак, да? Только... Вокруг своей оси. Так, хорошо. Наверняка вот эта линия больше нам подходит. И теперь, наверное, надо попробовать подвигать вот этот фрагмент. Так, ну... Понятно то, что нам нужно разъединить, наверное, было сначала, да? Да, давайте посмотрим. Как-то так. Только нужно еще немножко подвинуть. Так, по всей видимости, еще нужно разобраться, где у нас что не так. Так, ну да, здесь еще много чего нужно сделать. Отлично. Замок-то старый, но открыть его не так ты просто. Нужно таскать сейф и попытаться его открыть. Что-то, честно говоря, я сильно сомневаюсь, что... Здесь все будет так просто. Да, крутое место. Оно, конечно, брошенное, но, скорее всего, оно просто так выглядит. В этом шкафу такой беспорядок. Весколько книг свалились с полок. Похоже, что этот шкаф можно сдвинуть. Надо попробовать. Я даю его попробовать. Отлично. Неужели мы вот так вот сходу нашли сейф? Вот замок, который меня попросит открыть ночью. Давайте посмотрим. Ага, то есть, получается, мы как бы готовимся к делу, да? Заранее. Честно говоря, этот момент я слегка упустил. Ну да ладно. Давайте-ка мы сначала подвинем все. То есть, как-то вот так сделаем. И на этом пока остановимся. Так. Так, отлично. Интересно, какой же из фрагментов мы с вами можем двигать в ту или иную сторону? Или мы не можем вообще ничего двигать? Вы посмотрите, сколько здесь фальшивых линий. Это же кошмар. Да, вот это, друзья, я называю настоящей головоломкой. Так, у нас здесь только одна полоса, да, насколько я понимаю? Нужно просто выбрать, к какому именно сегменту она подходит. Ну, допустим, вот сюда. Да, вот так вроде бы все это и должно быть. Давайте дальше. Ну да, здесь, похоже, осталось только немного перекрутить. Так, и не так тоже. Вот так что ли? Отлично. Вот так сюрприз. Еще один замок. И я не смогу его открыть. В нашей фоле есть ключ, который, по-видимому, подойдет к замку. Облагал, я нужен им, чтобы открыть только первый замок. Что ж, подождем воров. Заманим их в ловушку и выясним. Так. Проверим возможный пути отступления грабителей на случай, если полиция внезапно окажется у главного входа. Да уж, внезапно. Окажется, внезапно около главного входа. Так, ну и раз главный вход, значит, нам нужно все-таки поискать действительно пути отступления. Это, например, окна и двери. Это дверь для восходной шанса убежать. Так, ну вот воображение мы с вами, конечно, включили, но что нам это дает? Нам же нужно ловушку подготовить. Крепкая веревка. Это должно пригодиться. Так, ну, насколько я понимаю, нужно каким-то образом... Так, все не так-то и просто, да? Да, друзья, вот эта серия отличается тем, что она, пожалуй, единственная, где нам приходится действовать... Ну да, понятно. Подпираем стулом, отлично. Эта дверь заблокирована. Так вот, нам приходится действовать здесь именно с точки зрения установки ловушек. Так, то есть, нам еще нужно и... Ну, я так и знал, что эта дубина здесь лежит не просто так. Да, совершенно верно. Давайте-ка мы возьмемся за нее и выкинем ее куда-нибудь. Люстра. Интересно, что эта старая люстра делает на полу? Похоже, ее слабо закрепили. Так, ее нужно, видимо, опять будет подвесить наверх. Думаю, воры уже пытались открыть замок этим впечатляющим молотом, но не преуспели. Так, люстра. Ну, понятно, мы с вами уже все это увидели. Так, и какой предмет требуется для того, чтобы подвесить опять люстру наверх? Так, ладно. Мы еще далеко не все осмотрели. Трость мы использовать не можем. Давайте поднимемся наверх. Можно было бы, конечно, побольше здесь осмотреться. Хотя окна высоко над землей, кто-то из воров может попытаться сбежать через него. Ну, по всей видимости, мы... Так, отлично. Стол. Это должно пригодиться. Так, ну давайте дальше осмотримся, пока не будем спускаться вниз. Здесь больше ничего такого я не вижу. Ну, скорее всего, мы бусы с вами... Используем для того, чтобы подвесить люстру снова. Так, что ли? Один шаг на бусины, и наш вор отправится в полет. Лучше со мной идти осторожнее, чтобы не упасть. Любой грабитель, кто кинется наверх, свалится очень быстро. Так, хорошо. Значит, нам нужно все-таки каждую ловушку досмотреть до конца, насколько я понимаю, да? И только тогда мы сможем использовать кувалду. Ну что ж... Окно первого этажа. Отличный способ сбежать от полиции. Давайте-ка мы сейчас еще раз используем... Так, вот опять у нас плита. Это должно пригодиться. Так, веревка. Люк. Под этой крышкой вход в подвал. Так, ну, по всей видимости, нам нужно... Сначала предотвратить побег через окно, да? Как это сделать, интересно? Статуи, используйте или что-то еще. Так, шкаф. Удачно вышло. Теперь никто не сбежит через это окно. Опять смотрим в люк. Здесь нет лестницы. Если кто-то упадет, сам он не выберется. Так, ну, в общем-то... Веревку мы с вами забрали. Да, самое главное нам с вами туда не упасть самим. Так, ну что ж, давайте подойдем. К люстре. Попробуем ее с помощью веревки закрепить, что ли, так? Ну да, отлично. Так, что же нам это дает? Теперь, если кто-то возьмет молот, веревка ослабнет, и люстру упадет на него. Все понятно. Я-то думал, что мы каким-то образом по-другому это все... Сделаем. Если он попытается выбраться из стола и возьмется за молот, чтобы выломать дверь, люстру упадет ему на голову. Так, ну и тем не менее, еще не все возможности у нас использованы. Но в частности, вот человек может вбежать сюда. Так, и у нас все еще вот есть возможность сбежать через вот эту дверь. Ну, как я и говорил, да? Эта дверь – превосходный шанс убежать. Так, значит, мы с вами еще не все рассмотрели. Если только нам не... Грабители не стали спасаться, чем спереди дверь, если не будет полиция. Полиция. Ну, это логично. Нам как-то нужно попасть, опять же, на улицу, что ли, да? Все остальные окна-то заколочены. Ковер. Это должно пригодиться. А, ну все понятно. То есть мы сейчас просто-напросто возьмем этот ковер, растерим его. Убийца не заметит люка в полу и, разумеется, разумеется, упадет вниз. Теперь это не открытый подвал, а просто симпатичный коврик. Нужно самому идти осторожно, чтобы не упасть. Ну, давайте представим, как это все будет выглядеть. Теперь, если вор побежит через кухню, его ждет встреча с подвалами. Все ловушки для моих приятелей и циркачей готовы. Теперь я могу уйти и вернуться уже с Чарльзом, Фолли и его приятелями. Ну, у нас открыто достижение Дом с привидениями. Так, и что же, мы сейчас, наверное, перемещаемся опять в цирк, чтобы вместе с нашими, будем так это называть, подельниками, оказаться в доме. И уж там-то все произойдет так, как Холмс и запланировал. Вообще, конечно, было бы не дурно для начала в Клэйстрейду наведаться. Скорее всего, это осталось за кадром. Полиция! 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 Стоп! Where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? You sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How do you know about that? Have you closed the case yet, Шерлок? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Шерлок, может показаться, что я использовал тебя, но тебе будет приятно знать, что ты оказал услугу королению. Now, in this instance. So now, let us catch the big fish. But, this man is not one of the dead of man? No. Then why exactly are we here, Шерлок? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder. And the hunter who has set up valuable antiques, the hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than a cop. You're not a fool. 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 He's not a fool. That is incredible. The hellenistic treasures. Indeed. Верно. Ничего кроме безделушек. Где веселые молодцы? Я не знаю, почему ты спрашиваешь, это у меня, Майкрофт, потому что они твои. Ты же их ищешь. Еще увидимся, дорогой брат. Шикарно. Так, ну и что же... Так, что у нас там происходит? Ну, видимо, здесь просто-напросто арестовывают. Прекрасная коллекция искусств считалась утраченной. Так, ну что же, давайте, все-таки мы подойдем к уликам. Сокровища в сейфе и пропавшие предметы искусства. Древности, обнаруженные внутри тайного сейфа в особняке Notting Hill, являются частью коллекции сокровища ленизма, похищенной в 1885 году. Ну и что же, месть Фолли. Чарльз Фолли получит тюремный срок за кражу. Однако он не виновен в убийстве, поэтому заключение не будет долгим. И Чарльз Фолли организовал и воплотил хитрый план мести, к которому добавил кражу старинных и ценных сокровищ. Он заслужил виселица. Я совершенно уверен именно в том, что Фолли нужно осудить, потому что явно это уже его не первая дельца. И таким образом, если мы оставим его на свободе, потому что через некоторое время в качестве тюремного срока за кражу он выйдет, и, в принципе, может дальше продолжать свои темные делишки. Все же он был явно причастен к убийству двух жертв, которых мы с вами видели, поэтому оправдать его, мне кажется, никак нельзя. Подтвердить? Да. Разумеется, подтвердить. Чарльз Фолли. Вы обвинялись в предыдущем убийстве и краже. Вы будете суровое наказание за ваши дела. Вы жалок. Вы шега из Котланд-Ярда. Поверите слова для виселицы. Уверен, журналистам они понравятся. Мне нужно идти, Ватсон. Чантельмены, сопроводите наших друзей в камеру. Ну, куда мы собрались? Есть неоконченное дело. Встретимся на Бейкер-стрит. Так, отлично, и мы с вами отправляемся на Бейкер-стрит. Все-таки, не знаю, может быть, вы со мной и поспорите, но мне кажется, Холмс мог бы быть совершенно потрясающим актером. Посмотрите, он совершенно наслаждается своей ролью. И даже уже, в принципе, можно было бы снять Кепи и остаться без него, но, тем не менее, он этого не делает. И что же нас ждет на Бейкер-стрит? Великолепный ужин, с которого началось это расследование. Ну, точнее, несостоявшийся ужин. А, секунду. Осторожнее с лапой. Не подносите их близко к бочке. Добрый вечер, джентльмены. Кто здесь? Не имеет значения. Важно, кто вы такие и что намерены совершить. Да, веселые молодцы. И вы хотите нас остановить? Думаю, я мог бы. Эй, осторожнее. Вы то взорвете нас все. Я вас слушаю. Нас знают под именем веселые молодцы. Но, думаю, вам это уже известно. Мы те, кто уже утратили все, что было ценово в нашей жизни. Мы разорившиеся лавочники, рабочие, шевшиеся из своих мест. Честные граждане, которых ограбили. Нас выставили из наших домов и выгнали на улицу. И все это во имя так называемого закона. Законов, принимаемых нашим собственным правительством. Законов, которые делают простых граждан более изъявленными. А богачей более защищенными. Мы здесь не только из британских людей. Некоторые прибыли из новых земель. Америка, Австралия. И нас много. Но мы все еще люди. И мы веселимся, чтобы перестать бояться. Власти сделали все возможное, чтобы вложить страх в наши души. И мы приняли его так легко. Страх шепчет нам стоять с нами в голове. Не пытаться бороться. Банкиры и политики. Они владеют нашими жизнями. Нашей работой. Нашим хлебом. И они сталкивают нас, чтобы увидеть, кто из нас способен служить им лучше. Но в конце концов, их малые и слабые. Они ничто без их титулов. Мы не должны их бояться. Но наши так называнные хозяева должны бояться нас. Пришло время нам заявить о себе. Собрать многих веселых молодцов. Мы собираемся взорвать лондонскую фондовую биржу. Ни один человек не погибнет. Но собственность, долги и титулы, они будут уничтожены. Это всего лишь бумаги. И многие люди станут свободными в этом ночи. Это радикальный шаг. Какой результат вы хотите получить? Хаос. Но после него люди поймут, что они свободны. И что больше не приближат другим. Они смогут работать на себя. Вместе. И позволяя правителям диктовать свою волю. И солнце справедливости зайдет. То, что вы хотите сделать преступление. Это не справедливость. А что по вашему справедливости? Отправить ребенку все равно за корку хлеба. И сколько победили лордов, наказанных за мировство? Сколько посадили за смерть в шахтах или отправили сражаться за землю? Наши хозяева не слышат нас. И поэтому, пришло время, песни веселых молодцов. Позвольте нам действовать. Я так чувствую, что теперь мы должны сделать свой выбор. Иными словами, разобраться с ними. Или позволить им сделать свое дело. Ну, друзья. Конечно, как бы там ни было. Какие бы благородные мотивы не двигали этими молодыми людьми. Веселыми молодцами. Подобные решения дел. Таким образом, как взрывать что-то. Ведь то, что они говорят. Будут уничтожены деньги, титулы. Что никто не пострадает. Мы с вами прекрасно знаем, что не было еще пока ни одного взрыва. В котором не пострадали бы люди. И каким образом они это могут гарантировать. Но там же даже элементарно есть сторож. Есть задержавшийся клерк на работе. Чего они пытаются добиться? Тем, чтобы повергнуть все остальное в хаос. Ведь этим ничего не закончится. Будет просто-напросто очередное насилие. И к власти придут те, кто сможет в этой ситуации выкрутиться. А я уж думаю, что те самые лорды, о которых говорит. Если они действительно нечистоплотные. То, в общем-то, они же опять и придут к власти. И будут мстить за то, чего их лишили. Лишили их бумаг, титулов и так далее. На самом деле, этим взрывом ничего не решишь. И то, что люди разорились. Разорились. Поначалу ведь, видите, разговор состоялся таким образом. Что, в общем-то, речь шла именно о разорении. О том, что они разорились и их выставили на улицу. Но, вполне возможно, они просто неудачно вели свой бизнес. И потом, знаете, прикрываться тем, что вот там ребенок украл корку хлеба и за это его бросили в тюрьму. Не зря, наверное, нам показывали, что полисмен неоднократно наезжал, значит, на младшего Уиггинса. И таким образом демонстрил к нему полное равнодушие. Ну, точнее, даже не равнодушие, а пренебрежение и отвращение. Постоянно угрожал ему печь его за решетку. Ну, давайте не будем судить по одному полисмену обо всех полисменах и обо всех остальных людях. Даже не знаю. Дело в том, что в данной ситуации мы тоже, по большому счету, ничем не лучше. Вероятно, конечно, у веселых молодцев будет возможность скрыться для того, чтобы они не пострадали. Но, тем не менее, Холмс же тоже сейчас использует взрыв для того, чтобы решить проблему. Не арестовать, а именно устроить взрыв. Вы знаете, на самом деле, я думаю, что подобное поведение не свойственно Холмсу, по большому счету. Вряд ли он бы поступил именно таким образом. Мы с вами знаем неоднократно, что Холмс это на самом деле человек великих компромиссов. И даже в очень сложных ситуациях, в очень сложных расследованиях он никогда не прибегал вот к такого роду насилия. Да. Но, тем не менее, ведь кто знает, чем все это продолжится. Потому что, если люди решили, что они только насилием могут справиться со злом, то, как вы понимаете, зло порождает зло. И если они поймут, что они смогли вот именно с помощью взрывов, грубого насилия, грубого, которое повлечет за собой наверняка не одну смерть, решить какие-то проблемы, то это просто утопия. В следующий раз они просто-напросто не остановятся. И все, что им будет кажется маломальски сложной задачей, вполне возможно, которая может разрешиться простым путем. Не спорю, что не все задачи простые. Есть очень сложные, которые просто так не разрешишь. Но, тем не менее, если один раз тебе было позволено сделать что-то с помощью насилия, то и потом ты будешь его использовать. Ты даже не будешь задумываться о том, чтобы применить голос разума. Когда люди борются с порядком, они слишком слепы, чтобы видеть последствия хаоса до общества. Я остановлю ваши намерения, но не вас. Бегите. Сейчас. Возвращаемся на Бекер-стрит. Возвращаемся на Бекер-стрит. Ну, как я и говорил, в общем-то, Холмс просто театральным жестом уничтожил именно порох, но при этом он их отпустил. Вполне возможно, для них это станет хорошим роком. Что не все решается насилием. Но, тем не менее, он Майкрофту их не сдал. Интересуешься русской литературой? Ну, в последнее время. Занимательная книга. Я помню несколько строк. Серьезно? Я пытался ее прочитать, но у нас трудно. Да, доктор. Это об уме. Шерлок, я смог об уме строить. Иногда, чтобы у меня поступать одного ума, мало. Там были и другие слова. Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. Скажите, доктор, вы замечали с моим братом страдания или боль? Не припомню. Потому, доктор, что за всем этим маскарадом у моего брата глубокое сердце. Настолько глубокое, что он не определит, где же в нем хранится любовь. Ну, я уверен, что я не уверен в этом. Его любовь и его долг должны в первую очередь относиться к империи. Без этого он бы ничто. Мы были бы страной зигарей. И империи нужны порядок и дисциплину. Здесь нет места для хаоса. Будьте совершающие преступления, или намеревающиеся их совершить, заслужить наказание, Шерлок. Без справедливости не будет цивилизации. Но мы сможем правде, а не справедливости. Ваша правда, доктор, может оправдывать аморальность. Позволять людям терроризировать Лондон, разрушать империю. Терроризировать только власть, которой ты служишь, Майкрофт. Не я, не Ватсон, не миссис Хадсон, не Уиггинс. Шерлок, веселых молодцов нужно остановить. Без меня. Ты создал веселых молодцов. Останавливай их сам. Только убедишь, что этим самым не создашь десяток новых. Доброй ночи, доктор Ватсон. Что-то из клиентов нуждается в помощь? Только второе напоминание от миссис Хадсон, нашей новой соседке. Она просит вас перед вирусом. О, мне это безразлично. Холмс, леди, которая к нам вскоре переедет. Нужно были сложить коробки в пустую комнату. Подождите, что? Леди? Хе-хе-хе-хе. Отлично. Ну и, в общем-то, прогулка в лунном свете. Мы этот вопрос разрешили. Чарльз Фолли организовал и исполнил хитрый план мести за старшего брата. Результатом стали жизнь двух человек. Ну и, вдобавок к этому, он организовал кражу старинных сокровищ из Битанского музея и заслужил виселицы. Принять версию. Ну да, разумеется. Рейтинг личности непредвзятый. Отлично, друзья. Вот я все-таки надеялся до конца, что вот рейтинг будет именно не сочувствующий, не какой-то такой, а именно нейтральная. Нейтральная позиция, которая позволяет понять, что все-таки Шерлок в совокупности всех дел, которые мы с вами видим, он человек непредвзятый. Он может где-то уступить, но в другом деле его принципы берут просто-напросто вверх. Ну и что ж, люди, решившие дело так же, как и мы, 96% и люди, сделавшие такой же моральный выбор, 83%. Тем не менее, видите, друзья, 17% все-таки сделали немного иной выбор. Ну что ж, друзья. Потрясающая. Потрясающая. Совершенно потрясающая игра. Я даже не знаю, что я буду делать дальше, потому что вот игра пройдена и, в общем-то, по большому счету, еще долго не будет продолжения. Я все-таки надеюсь, очень надеюсь, что все, кто работает над этой серией, что они не успокоятся и в любом случае продолжат создавать подобные совершенно потрясающие вещи, совершенно потрясающие творения. И обратите внимание, что вот как раз конец-то сделан немного необычно и очень, по-моему, так же потрясающе, как и сделана сама игра. Мы видим с вами героев, мы видим с вами жертв. Причем не обязательно, что это жертвы те, кто в результате потерял свою жизнь. Нет, мы видим тех, кто страдал. Страдал от ужасных людей, от их поступков, от их неуемного характера или от ужасной грубости и жестокости. И, в основном, конечно, мы понимаем, что, надеюсь, что и вы со мной согласитесь, что Шерлок в определенного рода обстоятельствах никак не мог поступить иначе. Он мог сделать именно только такой выбор. И если вы думаете, что в каких-то из делах, в каких-то из дел я поступил не так, как вы бы поступили, обязательно пишите мне в комментариях. Мы обязательно это с вами обсудим. Ну и тем не менее, пару слов о самой игре. Все, конечно, супер. И изображения главных героев, и сюжеты, которые были выбраны для того, чтобы продемонстрировать нам, скажем так, в каком-то случае трагичность, в каком-то случае жестокость, в каком-то случае полное безразличие или совершенно непонятное отношение людей к окружающим. Но, тем не менее, все-таки, конечно, было бы проще, если бы не было таких долгих загрузок. И, разумеется, вот эти путешествия в карете, они, в кэбе, они, конечно, добавляют атмосферы. Но все-таки, на мой взгляд, можно было бы сделать их чуть-чуть покороче. Но, в принципе, это единственное, что я мог бы сказать отрицательного по поводу игры. Все остальное касается только положительных сторон. Друзья, ну вот, хотелось бы все-таки немного порассуждать по поводу того, скажем так, Почему именно создатели выбрали вот серию кратких, таких, но очень содержательных повествований? Немного отказались от единого повествования, которое всегда предшествовало, ну, в предыдущих всех частях следовало этому правилу. Почему именно вот так? Кто знает, мне кажется, именно вот это решение было выбрано с точки зрения того, что мы как раз должны были Холмса узнать с разных сторон. Все-таки, согласитесь, если мы видим Холмса только вот внутри одного дела и поступок, который мы там совершаем. Причем, обратите внимание, что поступок заранее за нас был предопределен. В общем-то, нам остается только либо согласиться с Холмсом, либо внутренне с ним поспорить и, соответственно, предложить, может быть, какое-то свое решение. Но, тем не менее, повлиять на это мы никак не могли. Здесь же, здесь же, друзья, мы все-таки с вами видим, что мало того, что мы могли повлиять на решение, которое, в общем-то, принимает Холмс, но и, тем не менее, посмотреть на него с разных точек зрения. Да, в каком-то деле он безжалостен к преступнику, но в каком-то деле он все-таки идет навстречу и понимает мотивы, которые двигали людьми. Я так думаю, что, надеюсь, в любом случае, что задумка авторов была именно такой. Именно увидеть Холмса с разных сторон и, с одной стороны, посочувствовать ему, с другой стороны, скрипя сердце, принять решение. Обратите внимание, что все решения, которые мы принимали в этой игре, они все-таки остаются на нашей совести, не на совести Холмса. Мы всего лишь, Холмс всего лишь помогает нам своей дедукцией. Вполне вероятно, вот сейчас он сидит около камина и думает о том, какие решения ему пришлось принять, точнее, какие решения ему пришлось выполнить, наше решение. Ну что ж, ладно, друзья, пожалуй, на этом я закончу свои моральные высказывания. По-прежнему прошу вас описать в комментариях, что вы думаете по поводу прохождения. Если прохождение вам понравилось, обязательно ставьте лайки. Если все еще не подписаны на канал, подпишитесь на канал. Напоминаю, что с вами был Добрый Макс. Совершенно потрясающе, шикарное, красивое, сложное, но хотя загадки здесь были, конечно, по большей мере простыми, но все-таки сложное, сложное с точки зрения морального выбора, который мы с вами делали. Потрясающая игра, Шелла Холмс, преступление и наказание. Ну что ж, увидимся с вами в следующих сериях, в других прохождениях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok